Добрый день, друзья! Приближается школьная пора и я хочу напомнить всем мамам и бабушкам замечательный рецепт вкусных школьных молочных коржиков. У меня немного нестандартный рецепт, кому интересен он, посмотрите, оставайтесь со мной на канале. Для приготовления этого рецепта нам нужно мягкое сливочное масло. Достаньте его из морозильника и пусть при комнатной температуре полежит 1-2 часа. Добавляю к нему сахар, стакан сахара 200 грамм. Все ингредиенты на экране и под видео в описании. Также я добавляю ванильный сахар или можно сухой ванилин или ванильную эссенцию. И хорошо все соединяю вместе. Можно миксером планетарным, любым миксером или даже вручную. Два желтка. И один ингредиент, может быть для вас он кажется необычным, но он очень важный, потому что он делает коржики особенно мягкие и нежные. Это сметана. Я использую 20% сметану, у меня 60 грамм. Высыпаю половину муки. Продолжаю перемешивать. И вливаю молоко и приблизительно четверть чайной ложки соли. Соль перемешиваем с молоком. Молоко должно быть чуть тепленькое, примерно градусов 28-30. И вливаю я в тесто. В этом рецепте можно использовать соду. У меня разрыхлитель. Я смешиваю с мукой и буду добавлять в тесто. Если вы используете соды, соды примерно пол чайной ложки. Так как в нашем тесте присутствует кисломолочный продукт, сметана, сода погасится. Если вы готовите только молочные коржики на молоке, значит добавлять только разрыхлитель. Так как сода придаст вам вкусовой немножко такой оттенок, будет вкус соды в коржиках. Тесто получается очень такое мягкое, эластичное. И его нужно обязательно оставить, чтобы хотя бы минут 15-20, чтобы тесто отдохнуло. Я его отправляю в холодильник минут на 15-20. Сколько у вас есть времени. И будем раскатывать его. Я раскатываю тесто приблизительно толщиной где-то 6 миллиметров. Можно раскатать до толщины 8 миллиметров или даже 1 сантиметр. Тогда коржики будут еще пышнее. И у меня есть насадка. Можно использовать любую насадку круглую, не обязательно вот такую резную. Диаметр должен быть приблизительно вот самый удобный для коржиков. Это 8-9-10 сантиметров. Остатки также будем раскатывать. Аккуратно с помощью лопатки переносим форму для выпечки на пекарскую бумагу. Готовые коржики я буду смазывать желтком и молоко. Один желток и 2 столовые ложки молока. Перемешиваю и кисточкой смазываем каждый коржик и отправляем в духовку. Выпекаться они будут приблизительно 15 минут или максимум 17 минут при температуре 180 градусов. Не перепекайте, чтобы у вас коржики не превратились в хрустящее печенье. Если кому-то нравится, готовьте чуть больше на 2-3 минуты и будет вкусная хрустящая печенька. Вот такие коржики получились. Они достаточно пушистые, мягкие. Можно добавить немного сахарной пудры и дегустировать. Тесто мягкое, нежное. Охлажденные коржики нужно обязательно сложить в контейнер, который плотно, герметично закрывается и они будут оставаться мягкими. Сейчас они немножко краешки суховатые, но они станут мягкими и могут храниться в течение продолжительного времени, пока ваши ребятишки их полностью не съедят. Поздравляю всех родителей и детей с наступающим новым учебным годом. Детям я, конечно, желаю хороших оценок, а родителям самое главное терпение, любви к детям и приготовления вкусных завтраков, ужинов и ланчбоксов. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита. Была рада, что напомнила вам об этом замечательном рецепте. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok